МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Настолько ли страшен маневренный фонд? Почему люди предпочитают жить в аварийных деревяшках и не хотят переезжать во временное жилье? А срочка дана. Россиянам больше не придется снимать показания счетчиков и в строго отведенное время предоставлять их коммунальщикам. И почитаем перед сном. Ноябрьск присоединяется к международной акции Библия-Ночь. Больших проблем в плане социально-экономического развития в ноябрьске в 2012 году не было. Это основной вывод, который следует из ежегодного доклада главных городских экономистов. Документ они представили на заседании постоянных депутатских комиссий. По приведенным данным, в строительстве, торговле и социальной сфере наблюдается рост показателей. А вот численность населения, наоборот, уменьшилась, в том числе трудоспособного. Но это, уверяют специалисты, пока не проблема. И в связи со снижением общей численности населения, ростом численности населения пенсионного возраста и увеличением рождаемости, в связи с этим наблюдается небольшое снижение лиц в трудоспособном возрасте. Ну, это также не является проблемой, потому что, в принципе, трудоспособное население нашего города полностью пока обеспечивает потребность организации в трудовых ресурсах. В докладе говорится и о том, что среднемесячный доход жителей города в расчете на одного человека в минувшем году увеличился более чем на 24% и составил 44 159 рублей. Логично, что при этом и среднемесячная заработная плата по данным экономистов тоже выросла. Здесь рост составил почти 9%, а в рублях это 54 986 рублей, что, кстати, очень близко к показателям Росстата. По данным столичных экономистов, средняя зарплата горожан составляет ровно 55 тысяч рублей. К слову, эти цифры вызвали некоторое недоверие у депутатов городской думы, а по мнению ее председателя, это больше отражает зарплаты работников предприятий ТЭКа, но никак не всех организаций города. Россиянам больше не придется каждый месяц снимать показания счетчиков и в строго отведенное время предоставлять их коммунальщикам. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Нововведение позволит снизить нагрузку на потребителей. Возможность перерасчета платежа за коммунальные услуги при этом остается. Его поставщики коммунальных услуг будут делать по итогам проверки показаний индивидуальных приборов учета раз в полгода. Тем, у кого счетчиков до сих пор нет, все-таки придется их установить. Разумеется, если для этого есть техническая возможность. При отсутствии приборов учета с 1 января 2015 года документ дает коммунальщикам право включать повышающие коэффициенты, увеличивающие норматив потребления коммунальной услуги. Кстати, в постановлении упоминается и об общедомовых нуждах. Плата за них должна будет устанавливаться в размере, не превышающем специально утвержденного для этого норматива. Разработчики документа надеются, что эта мера будет стимулировать организации, управляющие многоквартирными домами, беречь ресурсы, пишет сегодня российская газета. Каждую неделю домов, которые официально признаются аварийными, в Ноябрьске становится все больше. И их жителям властью предлагают переселиться в маневренный фонд. Однако многие от этого предложения отказываются. Почему? И настолько ли страшен временный жилой фонд, как о нем говорят в специальном репортаже выпуска? Эту двухэтажку аварийные признали еще 5 лет назад. Жильцам предложили временно переселиться в маневренный фонд, однако до сих пор из 18 квартир свободны только две. Люди уже не обращают внимания на то, что сваи, на которых должно держаться строение, буквально выпирают из земли и проламывают полы дряхлой деревяшки. Привыкли и к треску расходящихся стен. И хотя весной дом вообще начинает ходить ходуном, съезжать во временное жилье отсюда никто не собирается. Я туда не поеду никогда. Туда зашел, а оттуда не вышел. А вот соседи ваши тоже по этой же причине не переезжают? Конечно, вы как думаете? Пусть трещит. Но мы отсюда никуда не уедем. Переселить куда-либо из авареек и ветхих строений без согласия жителей невозможно. А среди них, во всяком случае среди подавляющего большинства, существует стойкий стереотип. Если попал в маневренное жилье, считай, поселился в нем почти навсегда, и на капитальную квартиру можно будет рассчитывать в последнюю очередь. Между тем, специалисты НГДИ уверяют, что эти страхи необоснованы. И на очередность в жилищных списках не влияет то, где человек живет. В разваливающемся сарае или во временном общежитии. Маневренный фонд все-таки это временное жилое помещение. И заселение в него никак не сказывается на сроке переселения. Из ветхоаварийного. Если, например, гражданин подпадает под переселение в программах. Если его очередь дошла по переселению, мы его переселяем. Он может и полгода прожить в маневренном фонде. А есть граждане, которые у нас живут с того дня, когда дом признан аварийным. Например, в 2009 году признали аварийным. И они только сейчас получают у нас благоустроенные жилые помещения. Анна Георгиевна Контас на сегодня является одним из таких долгожителей временного фонда. Вместе с семьей на маневренные квадратные метры она перебралась еще в 2009 году. И надеется, что 2013 для нее станет счастливым в плане переезда в собственную квартиру. Сейчас Анна Георгиевна живет в общежитии на Советской. Условия здесь считаются самыми лучшими, а комнаты, к слову, самыми большими. По сравнению с тем, что есть в других маневренных зданиях. А вот Мария Обозная радуется своей комнате, что находится в общежитии по республике. Здесь тоже, по мнению девушки, все очень прилично. Намного лучше. Вот здесь? Да. Да вы что? Да. Почему? Потому что там уже дом был аварийный. Во-первых. Во-вторых. Единственное для сакторства – это общежитие. А так здесь тепло и уютно. Это общежитие, оно в принципе в среднем состоянии. У нас имеются общежития в отличном состоянии, более хуже. Но в основном весь маневренный фонд на территорию муниципального образования, он отремонтирован после капитального ремонта. Недавно совсем? Да, совершенно недавно. И отремонтированные места общего пользования? Полностью. Полностью людей, которые проживали до этого в маневренном фонде, мы расселяли в другие жилые помещения маневренного фонда. И полностью проводили капитальный ремонт по всему общежитию. Полностью. То есть здесь ремонтировались и канализации, и полы, и стены. Претензии к ремонту в маневренных зданиях, конечно, есть. Особенно к санузлам. И НГДИ их предъявляет строителям. Но все равно зачастую это жилье значительно лучше, чем даже простые старые общежития. В Ужиха, где треть всего жилого фонда уже признана аварийным, говорят, что в поселках много ветхих домов на два или четыре хозяина, которые подлежат сносу. Но из-за того, что какая-то одна семья боится переселяться в маневренный фонд, полуразрушенные домишки стоят. Справедливости ради, отмечают специалисты, к страху застрять в маневренных комнатах, добавляется и то, что иногда временное жилье предоставляется в дальнем или ближнем СМП. Там тоже отремонтированы бывшие детские сады. А еще людей пугает размер предлагаемых комнат. В площади, например, человек живет в трехкомнатной квартире, состав 7, там 4 человека. А под переселение предлагают все-таки площадь поменьше, ну метров 20 квадратных метров. И у людей некуда вещи. В результате, с одной стороны, сегодня пустуют 1200 квадратных метров от ремонтированного маневренного жилого фонда. Это 74 комнаты. Причем свободные есть даже в лучшем общежитии на Советской. А с другой стороны, только в УЖХ. Заселенными остаются 483 аварийных дома. И что было бы, если бы жильцы всех домов вдруг решились на переезд во временное жилье? Ирина Потихина, Александр Иванов, Григорий Куроптев. Новости нашего города. К слову, для управляющих компаний аварийные дома – это отдельная и весьма болезненная тема для разговора. Ведь жильцы аварии к совершенно закону не платят за текущий ремонт. Между тем, пока в домах живут люди, коммунальщики обязаны поддерживать их в более-менее пригодном для жизни состоянии. А это вылетает в копеечку и управляющим компаниям, и муниципалитетам. Та же деревяшка по улице 60 лет СССР, о которой мы говорили в сюжете, на плаву поддерживается с 2008 года. К примеру, покосившееся крыльцо работники УЖХ заменили на новое в прошлом году. Еще одно придется ремонтировать в этом. А что делать с расползающимися стенами здания? Себе в убыток работаем на аварийных домах. Нам администрация гасит какую-то часть, а основное все лежит на плечах УЖХ. Министерство внутренних дел России решило контролировать сотрудников ГИБДД. Госавтоинспекторов в течение ближайших нескольких лет предлагают снабдить множеством электронных приспособлений, призванных, как заявляют в руководстве ведомства, значительно упростить им жизнь. Теперь с помощью различных технических новинок, от видеокамер и регистраторов до планшетов, каждый шаг дорожного инспектора будет записываться и тщательно анализироваться. Предполагается, что это избавит стража порядка от привычки останавливать автомобили без всяких оснований, выдумывать протоколы о штрафах и невежливо общаться с водителями. Очередной ДТП в Ноябрьске сегодня утром на улице Ленина столкнулись ВАЗ-2112 и Ниссан. По данным инспекторов ГИБДД, женщина-водитель иномарки, выезжая со двора, не уступила дорогу 12-й. В ДТП никто не пострадал. Добавлю, по официальным данным госавтоинспекторов, за минувшие сутки на дорогах города произошло семь дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших в них нет. Очередные фотоснимки, на которых жители города запечатлели уборку снега во дворе, появились в нашей группе ВКонтакте. На фото водителя грейдера, который расчищает проезд от снежных завалов. Итак, снег по сложившейся уже традиции не вывозится сразу, а складируется в куче на газон. То, что техника работает, показатель хороший. Вот только почему снег остается во дворах, задаются вопросом авторы фотографий. Ведь скоро он начнет таять, а значит, огромных луж не миновать. О том, что нового и интересного в свежем выпуске газеты «Слово нефтяника» в кратком видеообзоре. «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. Кубок «Газпромнефти» выходит на лед. Через неделю в Омске стартует международный турнир детских хоккейных команд. В этом году побороться за престижный трофей приехали 16 дружин. Подробности на первой полосе номера. Ноябрьское городское отделение Русского географического общества – организация молодая. Но, несмотря на свой возраст, цели и задачи, которые она ставит перед собой, обширные и значимые. О том, какие планы наметило для себя общество в ближайшей перспективе, на седьмой странице номера рассказала заместитель председателя Алла Семенченко. О чем разговаривают с читателем современные детские писатели? В рамках фестиваля детской и юношеской книги «Ноябрьск» посетила писательница Тамара Крюкова. Интервью с ней читайте на восьмой странице свежего номера СН. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. Всероссийский центр общественного мнения изучил потребительские настроения россиян. Выяснилось, что за 12 последних месяцев, данные приводятся на конец марта, материальное положение у большинства осталось без изменений. Улучшилось у 12% опрошенных, ухудшилось у 26%. А соответственно, если говорить о крупных покупках для дома, таких как мебель, холодильник, бытовая техника, большинство высказались, что сейчас не совсем подходящее время. Это 40% респондентов. 27% на крупные покупки готовы раскошелиться прямо сейчас. А 23% ответили, что время для таких покупок совсем не подходящее. В ночь с 19 на 20 апреля в России пройдет масштабная международная акция «Библия ночи». Ее главная цель – популяризация чтения среди населения. В нашей стране она будет проходить уже второй раз, а участие в ней примут более 700 организаций. Это библиотеки, музеи, книжные магазины, выставочные залы и так далее. В этом году к ним присоединятся и ноябрьские читатели. В ноябрьских библиотеках пройдет ряд интересных программ. Так в детской библиотеке для маленьких читателей будут организованы литературные викторины, игры. И наши маленькие читатели смогут укунуться в мир сказки и фантазии. В интеллект-центре организовано также целый ряд мероприятий. Это и поэтический марафон для любителей поэзии. Для тех, кто любит фотографировать, у нас организован мастер-класс с профессионалами. От специалистов городского центра ремесел также будут творческие мастер-классы путешествия в мир традиций. Для любителей веселых настольных игр у нас пройдет чемпионат по активите. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса». Торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 19 апреля в Сельхарде облачно. Возможны осадки. Ветер юго-восточный. Температура 1 градус ниже нуля. В Муравленко преимущественно без осадков. Ветер южный до 6 метров в секунду. Температура минус 1 градус. В Ноябрьске пасмурно. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура около 0 градусов.